Привет всем! Жека с вами и я вам должен признаться, на самом деле меня зовут Андрей. Вот мой паспорт. А может быть я вам сейчас вру и я вовсе не Андрей, а меня все-таки так и зовут Евгений. Так где же правда? Да, ребята, в этом ролике я себе куплю новую личность в Даркнете. Какие же возможности появляются перед человеком, когда у него официально появляется вторая личность? Это значит второе имя, второй паспорт, вторая жизнь, но, к сожалению, нельзя иметь два паспорта одной страны. И вообще, это видео создано в ознакомительных целях и является художественным вымыслом. Все персонажи и предметы вымышлены, все совпадения случайны. Вообще, за любую попытку повторения в реальности тебя ждет уголовное наказание. И вообще, весь ролик это постановочный фотошоп. Я запатентую обязательно эту фразу. Но по названию вы поняли, что видос будет про паспорт из Даркнета. У меня было видео, где я покупал скан паспорта и пытался взять на него кредит. У меня было видео, где я просто купил паспорт какого-то левого мужика. Сегодня я пойду дальше и куплю себе новую личность. И покажу вам, как это все проходило. Но сначала такой вопрос. Откуда вообще в Даркнете берутся паспорта? А, как вы вот думаете, вот откуда все эти данные, копии, сканы и просто реальные документы? Откуда они там? Ребята с канала NetStalker специально для вас в этом видео все подробно и в своем фильменном стиле сейчас расскажут. С подключениями зерны. Так как же паспорта попадают в плохие руки? Во-первых, есть множество схем развода доверчивых пользователей на собственные личные данные. Например, мошенники создают фейковые паблики во Вконтакте и разыгрывают там суперценные призы. После розыгрыша каждому участнику приходит сообщение от админа, что именно он стал счастливым обладателем чего угодно за репост. Вот только чтобы получить приз, надо доказать, что страница действительно принадлежит тебе, счастливчик. А для этого надо прислать скан, а лучше свою фотку с развернутым паспортом в руках. И если ты думаешь, что на такое поведется только законченный идет, вспомни, что по городам России до сих пор проходят туры участников битвы экстрасенсов. Есть и более прозаичные причины попадания паспорта не в те руки. Сотрудники организаций, требующих ксерокопии документов, а таких, как ты знаешь, очень много, могут заниматься подработкой на продаже личных данных. Иногда это бывают даже старосты в универах. Ну или просто проявлять халатность с доками, о чем знают и чем пользуются мошенники. Да и сам ты, юзерней, можешь просто выложить свой патчпорт в интернет. Наверняка ты отправлял фотки своего документа друзьям или родственникам, чтобы тебе купили билет на самолет или отмазали от армии. На различных файловых и картиночных хостингах все прекрасно гуглится. Даже во ВКонтакте, в разделе «Докс» по запросу «Паспорт» есть фотки. Но это не самое смешное. Еще 10 лет назад отечественные умники собрали простое приложение для генерации паспорта гражданина Российской Федерации. Да, как Кейген, только с рандомными личными данными. По идее, эта прога должна защищать пользователя от мошенников, которые хотят заполучить первую и вторую страничку. Но, естественно, чаще это работает в другую сторону. Кстати, именно такие отработки чаще всего и продаются на Авито. Для получения кредитов надо все-таки вводить реальные данные какого-нибудь мамонта и вставить свою фотку, если идешь за кредитом лично. Либо лепить фейс рандома, если оформляешься онлайн. В Даркнете есть предложение о покупке настоящего паспорта Российской Федерации. Он выдается якобы легально, стоит 650 тысяч и проходит по всем базам. Обычная переклейка с рандомными данными стоит в пределах 15 тысяч. Сказать, насколько реальны эти предложения, достаточно сложно. Ну, хотя бы потому, что мало у кого есть 650 тысяч, чтобы проверить. Увидимся у нас на канале. Спасибо, NetStalkers. Обязательно посмотри все видосы по ссылке в описании. И да, 650 тысяч у нас, к сожалению, для проверки нет. Но зато есть 15 тысяч. Ну, или 18. Именно на такую сумму мы договорились с одним барыгой, контакт которого я нашел на форуме в Даркнете. Списались в Телеграме, это все было долго. Я очень сомневался в надежности, но все же, вот чего не сделаешь ради вас. Ради контента я рискнул и отправил ему деньги. Короче, вот что мне пришло. Буквально прошло, ну не знаю, дней 5-6 с момента заказа. Благо сейчас вот эта доставка вообще крайне быстро работает. Заказывал я, конечно, все это дело не на себя, а на товарища, который, благо, не знал, что здесь пришло. Ну, я ему сказал, ну просто документы придут, короче, примешь. Он такой, о, да, без проблем. Ну, ну вот, собственно, и принял. Ого! Ничего себе! Да, это паспорт. Странно, что вообще что-то пришло. Половина таких барыг на форумах в Даркнете, это полиция, а вторая половина, это просто мошенники, которые накручивают себе отзывы. Но, тем не менее, смотрите, что там оказалось. Ребята, я просто перевел чертову кучу вот этой вот зеленой изоленты, она уже у меня, как видите, закончилась, поэтому я начал использовать черную. Но я это все к чему? К тому, что вот эти паспорта, чтобы на монтаже не замазывать, я просто переклеил изолентой. Один из этих паспортов мне выдало государство, а второй мне продал барыга с Даркнета. Теперь у меня есть новая личность. Когда-то меня звали Евгений Сергеевич. Как видите, оригинальный паспорт в очень хорошем состоянии. Как видите, если там видно вам всякие отливы, вот эти вот голографические, то они присутствуют. Я хз... Во! Во, видно как. Видите, как отливает? Паспорт, который мне пришел с Даркнета. Собственно, он какой-то ссанный весь, залитый, чуханный, очень сильно почуханный, покоцанный. Ну и, собственно, меня сейчас зовут Андрей Александрович. И вот тоже, видите, голографические переливчики имеются. Тоже выдан отделением УФМС России в... Там написано Свердловской области, как я и просил. У меня тоже вот Свердловская область. До хрена перевел на него изоленты. Ну, как видите, сведения о ранее выданных паспортах. Так, дети. Брак. Военно обязанный. Регистрация, прописка снята, снова зарегистрированы. Все такое. Короче, у меня теперь есть новая личность, ребят. Охренеть. Это называется стандартная переклейка. Вы тоже просто взяли старый паспорт. Вот эти номера, я их проверил. Паспорт не числится в списке там потерянных, украденных, недействительных. Все нормально. Я не знаю, как они... Они перешивают его, что ли. Просто вот эту ниточку торчит. Они просто, видать, как-то ниточку вытаскивают, листы достают, вот эту страницу меняют, а потом искусственно его состаривают. Смотри, он специально, как будто просто макнут в какой-то чай. То есть, просто взяли так. Потрясли, посушили, все и отправили через дропа на почту. Как по мне, тут все оригинально. Да, водные знаки есть. Вот здесь вот РФ можно увидеть. Короче, водные знаки у паспорта присутствуют. Да, у моего паспорта тоже есть, но как-то это сдвинуто. Тут РФ, тут РФ написано. И тут также. О, оригинал. Ребята, я просто не могу в середине ролика не отметить нашу элиту. Зрителей, спонсоров канала. И спойлерю, конкурс для этой элиты. Я стырил идею у Илюхи Зверьё. И в дальнейшем, каждые примерно пару месяцев, мы будем разыгрывать по-новому Xiaomi. Так что, становись спонсором канала. Будешь элитой, попадешь в элитный наш спонсорский чат ВКонтакте. И получишь свой Xiaomi на халяву. Сам конкурс я уже проанонсирую в следующих роликах. А пока, респект передаю парням за поддержку. Ури Макис, Мистер Ярахай, Денис Влог, Михаил Пипяка, Вадим Андросов, Поу Гоу Юнит, Глеб Вершков, Дим Косян, Гуд Гейм и Антон Эс. Всем, кто продлевает спонсорскую подписку, отдельный респект. Мы с вами общаемся в элитном чате ВК. А иногда в скайпе обсуждаем видосики. Кстати, ты видал когда-нибудь в Даркнете мемы? Нет. Я, кстати, тоже вот. Мемасы сейчас вообще везде есть, но в Даркнете почему-то мемов я не видел. Странно. Ну, это закрытая площадка. Темный интернет. Как думаешь, кому вообще надо покупать поддельные документы в Даркнете? Ну, основное, я думаю, то как бы условка, как бы судимость вот этого. В розыске вот этого. Проблемы с законом. Те, кто в розыске, они покупают, да? Документы. Конечно. Кто бы чего не говорил, но, ребята, заказывать себе вот такие вот документы где-то там в каком-то там Даркнете, я вам крайне не рекомендую. Во-первых, вы можете нарваться на работников органов. Во-вторых, вас могут просто развести на бабки. Но во всех в этих обоих случаях вы в любом случае деньги потеряете. Если вы будете пользоваться вот этим вот документом, брать кредит, как-то где-то предъявлять его, то вы попадаете под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 3. Так что зови меня сейчас Андрей. Это все неправда. На самом деле этого паспорта не существует. Это компьютерная графика. И все это вообще художественный вымысел. На Инстаграм подпишись, не забывай про спонсорство. Это шанс получить один из вот этих вот прекрасных Xiaomi. Ну, в дальнейшем, конечно, будут и другие призы. Это так, для начала. И никогда не попадайся на уловки мошенников. А не то мне стыдно будет за тебя, как за еврея в прошлом ролике. Ну, серьезно. Ты когда его сам, наверное, рассмотрел, тоже был в шоке. Всем пока. Жека открыл паспортный стол. Блин, там у меня скотч немножко снялся. Ну, это вот тот паспорт вот этого вот мужчины из ролика. У меня куча паспортов уже. Эти два паспорта я уничтожу. Пользоваться ими, к сожалению, нельзя.